Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад приветствовать вас в нашем центре в Санкт-Петербурге. Сегодня я расскажу об основных моментах методики биопсии сигнальных лимфатических узлов, которые мы используем в нашем центре. По данным последних эпидемиологических исследований, первичная заболеваемость рака медицинга составляет порядка 11 тысяч случаев в год. При этом регистрируется порядка 2 тысяч смертей у данного заболевания. Средний возраст диагностики заболевания рака языка составляет примерно 57 лет, и мужчины болеют в 3 раза чаще в среднем, чем женщины. В то же время, при наличии ранних форм рака языка, при наличии клинически негативных лимфатических узлов шеи, мы по данным исследований можем ожидать, что в 16% случаев мы зарегистрируем, по данным патомофологического исследования, скрытые метастазы в лимфатических узлах. При этом наиболее частая вероятность нахождения данных скрытых метастазов наблюдается при локализации первичного очага в области дна полости рта. И что же делать с клинически негативными лимфатическими узлами шеи при ранних формах рака полости рта? Последние рекомендации Национальной противораковой сети Соединенных Штатов Америки предлагает нам нескольких вариантов. Прежде всего, это хирургическое удаление первичной опухоли и выполнение либо селективной шейной лимфодисекции, либо выполнение методики биопсии сигнального лимфатического узла. В этих же рекомендациях отдается ссылка к тому, что биопсии сигнального лимфатического узла следует выполнять, если центр оснащен всем необходимым оборудованием, а мультидисциплинарная команда, которая включает в себя хирурга, специалиста по ядерной медицине и патоморфолога, обладает всем необходимым опытом. И также по данным исследованиям мы можем ожидать, что чаще всего при раке языка скрытые метастазы локализуются в области групп 2-3 уровня с примерным поражением в 55% случаев 2 группы на стороне поражения. Также следует отметить, что статус сигнального лимфатического узла очень важен при оценке как общей, так и безрецидивной выживаемости данных пациентов. В случае положительного сигнального лимфатического узла общая 5-летняя выживаемость составляет 71%, в случае негативного – около 98%. В то же время безрецидивная выживаемость составляет в случае позитивного лимфатического узла 73%, а в случае негативного – 98%. В 2015 году было проведено достаточно крупное рандомизированное исследование, которое опубликовано в рецензируемом международном журнале New England Journal of Medicine, которое поставило перед собой цель выяснить, что же делать лучше при клинически негативных лимфатических узлах при ранних формах рака болости рта. Это селективная лимфодисекция, либо придерживаться тактики динамического наблюдения и выполнять терапевтическую лимфодисекцию только в том случае, если у нас имеется подтвержденный рецидив. И было показано, что однозначно выполнение селективной лимфодисекции в этом случае однозначно лучше, что показывают данные как общей, так и безрецидивной выживаемости. Концепция биопсии сигнального лимфатического узла подразумевает под собой, что лимфогенный отток от первичной опухоли осуществляется сначала первый лимфатический узел, который мы называем сигнальным, и затем распространяются лимфатические узлы второго и третьего порядка. Однако в реальности выяснить, какой лимфатический узел является сигнальным, бывает не так-то просто. В 2015 году были опубликованы практические рекомендации французской группы исследователей о том, как нужно проводить процедуру биопсии сигнальных лимфатических узлов при ранних формах рака полустирта. Первым этапом осуществляется перетуморальная инъекция радиофарм препарата. В нашей клинике мы используем препарат технеций с активностью примерно 150 микробикеллерий. И введение осуществляется на 3, 6, 9 и 12 часах по условному часовому циферблату. В дальнейшем выполняется предоперационное картирование сигнальных лимфатических узлов и лимфатических узлов второго порядка. При этом мы можем использовать две методики. Либо это планарная лимфостенциография, либо однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией. В нашем центре используется аппарат производителя Симбия. И при этом мы выполняем исследование на данном аппарате через 60 минут после перетуморального введения радиофарм препарата. Время исследования ориентировочно 18 минут. По данным исследованиям, если мы применяем для предоперационного картирования сигнальных лимфатических узлов и лимфатических узлов второго порядка методику однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, мы получаем преимущество относительно планарной лимфостенциографии. И в этом случае частота предсказательной ценности позитивного ответа составляет 70%, а негативного ответа 97,9%. После того, как мы выполнили предоперационное картирование сигнальных лимфатических узлов в шее, мы используем методики интероперационного нахождения и идентификации сигнального лимфатического узла. И при этом используются два основных метода. Это метод ручного гамма-датчика, который фиксирует излучение отведенного ранее радиофан препарата и использование красителей, в том числе с использованием технологии СИДЖИ. В 2015 году было опубликовано одно из, наверное, главных исследований в области сигнальных лимфатических узлов при раке полости рта, так называемый европейский СНТРАЙЛ. Это крупнейшее когортное исследование, включающее 415 пациентов. При этом в 23% пациентов было зарегистрировано положительный сигнальный лимфатический узел, а 85% из этих пациентов не имели положительного статуса лимфатического узла второго и, соответственно, третьего порядка. Только в менее 13% случаев был обнаружен позитивный сигнальный лимфатический узел на стороне, противоположной первичному очагу. И исследователи предложили протокол патоморфологического исследования, который мы соблюдаем, протокол патоморфологического исследования лимфатического узла, который включает в себя серийно-ступенчатые срезы, тотальное исследование сигнального лимфатического узла и обязательно использование методик иммуногистохимического исследования. При этом, как я уже сказал ранее, статус сигнального лимфатического узла влияет как на общую, так и на безрецидивную выживаемость. В нашем центре ведется работа, посвященная исследованию лимфоотока от первичной опухоли полости рта. Было исследование 44 пациента, при этом билатеральный лимфооток был зарегистрирован у 16 пациентов, односторонний лимфооток на стороне поражения у 28 пациентов. При этом основной лимфатический отток осуществлялся в лимфатических узлах 2-го и 3-го порядка. И положительный сигнальный лимфатический узел наблюдался у 6 пациентов, отрицательный у 30 пациентов. При этом из этих пациентов у 4 пациентов был зарегистрирован положительный лимфатический узл 2-го порядка, что можно предполагать от так называемых переходных метастазов. Спасибо за внимание. Я буду рад ответить на любой вопрос.